Девушки отдыхают Вкусно пить и много есть Правда, не везде Жалять хочу! Как мне надоело это вяленое мясо! Как мне хочется свежачка! А говорят, сезон заканчивается, туристов могу не успеть! Где вы, люди? А свет! Чувствую я людишек! Кто не спрятался, я не виноват! Меня зовут Денис, я владелец бара Бирма, город Адлер. А меня зовут Ксения. Ксения моя девушка. У нас множество проблем, у нас нет гостей, соответственно, нет прибыли. Я думал, я такой, да, молодец, сделал пивной бар, сто процентов. Сейчас будут ко мне ходить, пить пиво. Что здесь? То ли бар, то ли букмекерка. Внутри неуютно. Я бы здесь не сидела. Удобств нету никакие. Столи нету, посуды нету. Оборудование какое-то, тарелки. Вот ничего не хватает. Холодильник это одна. Хочешь, не хочешь, все туда. Ну, я плиточки этой выбросил в мусор. С ними невозможно работать. Это чисто для кофе. Веранда. Люди сюда приезжают, они хотят в Адлере видеть зелень. Нехватка поваров. Это нехватка всего. Экономим на той же самой посудомойщице. Я могу мыть посуду, принимать заказы, там, в качестве официанта выступать. Избита эта фраза. Рыба гниет с головы. Если руководящий состав ни о чем, машина, она просто ломается, она не едет. Денег нет, но вы держите. Ксюша, конечно, в этом ничего не понимает. Она старается, но ничего не получается пока. Ксюша такая очень мягкая. Ну, вопросы все решает Денис. Ну, основная проблема то, что Денис, да, не справляется с своими обязанностями руководителя. Скорее всего, это просто нехватка профессионализма. В эту передачу письмо отправил Денис. Я решила, что надо поддержать человека. Кто-то из местных говорит, что это проклятое место. Так. Иногда об этом я задумываюсь, что что-то тут не так. Может быть, батюшку позвать? Ну, я считаю, что Константин для нас это последняя надежда для того, чтобы бизнес этот, в принципе, жил. От Ивлева жду в первую очередь. Отцовский подзатыльник, может быть, да, чтобы он сказал, Денис, соберись. Хочу услышать мнение профессионала. Отсутствие опыта, гостей и прибыли. Нехватка персонала и оборудования. Что еще ждет шефа Ивлева в баре парочки горе-рестораторов? Вот общепит на южном побережье напоминает мне всегда Бермудский треугольник. Где-то людей очень много, а где-то никого. И всегда такое ощущение, что, наверное, в этих заведениях людей едят. Они, люди, едят вкусную еду. Вот здесь и на той стороне. Биток, музыка играется, все наслаждаются. Здесь никого. Ох, как хочется ворваться мне в эту тишину. Я пошел. Ты со мной? Так, я Константин. Денис. Денис. Денис Борода. Вы собственник? Да. Моя жена Ксения. У меня не было какого-то мандража, страха. Максимально приятный человек. Здоровый мужик, медведь, да, такой. Так, а вы? Светлана. Свет, скажи честно, кто здесь среди них главный? Он или она? 50 на 50. Ну, а кто из них более сменяемый? Он или она? 50 на 50. Я была спокойна. Ксюша, скажи мне, пожалуйста, что такая красивая девушка, модная такая, а ты не приложила руку к дизайну этого странного зеленого крокодила? Я доверила это все полностью Денису. Зеленый цвет меня тоже поверг в шок. Я была максимально недовольна изначально. Это не просто колхоз, это колхоз уже во время перестройки, который развалился. То вышло, то вышло. Денис, то есть он в ресторанном бизнесе, ты соображаешь, да? Был опыт больше работы в барной индустрии, да? То есть ты работал барменом? Не, не в барном, в ночных заведениях. Наливать и ставить музыку, чтобы гости танцевали, Денис может. А как кормят в его баре, сейчас узнает шеф Ивлев. Салат по-адлерски. Давай окрошку. А что такое костильский суп? Костильский суп с копченостями. Ну вот давай-ка мне вот этот. Костильский суп. Да. Какой самый незаказанный бургер? Королевский. Они не то, что зашкварные. Они неплохие для своей стоимости. Королевский? И давай жадину говядину. Еще шлык свиной, корей гненка. И давай тогда на выбор мангальщика мне какую-нибудь рыбу. Можно я повторю заказ? У меня просто ёкнуло от того, что Света молодец. Салат по-адлерски один, окрошка одна, костильский суп один. Бургер королевский. Жадина говядина один. Остальное на мангале. Все по мере готовности. На кухне при поступлении заказа было нервно, и это понятно. Кухня получила всего один заказ, но уже впала в панику. Я уже сказал, что я свинину не буду готовить. Это не мой маринад, это не мои заготовки. Я боюсь просто это подавать. Все нормально, потому что я не знаю, как его мариновали. Я с виду увидел, что это просто не маринад. Я сейчас сделаю свое, а это уже будет... Ну, а ты... Если я накосячу, это моя вера. Подожди, Марчик, ну ты свой сейчас можешь маринад сделать? Я не успею. Маринад должен хотя бы 2-3 часа, чтобы быть. Понимаете? Я не буду шашлык готовить. Пока на кухне решают подавать или нет гостю свиной шашлык, шеф пытается разобраться в отношениях сладкой парочки. Мы познакомились здесь. Вы познакомились здесь, и значит, тебе пришла идея что-то открыть, да? Да. Пивного формата, пиво... Почему именно пиво? Мне казалось на тот момент, что пиво будет хорошо пить. И чего? По большому счету работаем в ноль. Вы вкладывали оба деньги, да? Ну да. Красавчик развел ее на бабло. Молодее. А сколько она внесла? Ну, она большую часть внесла. Да ладно? Да, пить ты у нее. Помогли родаки, наверное, да? У меня просто родители такие, что они как бы доверяют мне. Деньги родителям пока не отдали. Но я как бы уверен, что проект будет работать. А сколько ты внесла? 80-20. Я понял. Вот что любовь творит, да? Говорите. Любовь любовью, но пора оценить. Не зря ли Ксюша вложила семейные накопления в бар для Дениса. А вот и первое блюдо. Салат по-адлерски. А в чем здесь суть Адлера? Сырчина. Все, я понял. Спасибо. Я была готова к тому, что будет критика, жесткая критика. Помидоры хорошие. Огурцы. Салат ни о чем. Просто классический салат грядка. Хотя можно было бы сделать намного круче. Я не вдохновлен этим салатом. Ну, во-первых, бестолковые огурцы. Я в этом салате не увидел главного этого вот изюма. Знаешь, вот того, ради чего этот салат можно было бы заказать. Тетя Галь, ну старенькие огурцы, то есть уже переростки. Первый салат принесли, что огурцы не чищены. Я уже все, у меня пошло. Просто не вдохновила. Да, я попробую. Давай, Васильич, пробуй. Обычный салат по-домашнему. Как он, может, не понравится или понравится. Нету там адлерской нотки, да, там адлерских специй вот этих. Адлерский салат Константина не впечатлил. А Васильичу нормалек. А что скажет шеф про окрошку? Ну, это не окрошка. А где квас с протертым желтком, хреном, горчицей, да, где это? Это просто салат оливье в разборе без зеленого горошка, залитый, соответственно, квасом. Опять. Нету специй, ни соли, ни перца. Нету хрена, нету яйца. Нету ничего. Специи нету. Оливьеха в разборе. Согласна. Тетя Галя в позиции с окрошкой, она облажалась. Мы же вчера с тобой делали окрошку, я вам показывал, вы еще со мной спорили. Да. В нормальной окрошке всегда должно быть яйцо. Армянский вариант, походу, у вас какой-то. Мы яйцо, честно, не кладем, не едет яйцо. Окрошку по-армянски шеф тоже отказался есть. Но уж коры из ягненка в Сочи должны уметь готовить. Опа. О-о-о. Мясо нежнейшее, мясо вкусное. Какой кавказец может испортить мясо? Тем более с опытом работы. Мясо очень нежное, мясо очень вкусное. Мне просто честно, как потребителю, не нравится такое вот находится на косточках. Оно должно быть полностью все зачищено. Это эстетика. Это единственная претензия, а мангачи красавчик. Все хорошо, единственное, что по эстетике косточки зачищать. Ну, это мой кощак. Мангальщик у нас профессионал, давным-давно работает. Каре Ягненка мангальщик делать умеет. А как он справится с рыбой? Смотрю я на форель, а она мне что-то кричит. Что ты мне кричишь? Ты исполнишь мои три желания. Я был уверен, что блюдо на мангале понравится шефу. Вкусно. А соусы с честными? Соус кто готовил? Галина. Галина. Соус сладкий. Тартар сладкий. Попробуй. С Константином я полностью согласна. Забирай. Рыба хорошая, соус отстой. Рыба отличная, все хорошо. Соус не тот, не для рыбы. Давай я попробую. Он сладкий, да. К рыбе он никак. Он никак сюда. Мне было обидно, конечно. Я должен был сперва попробовать, потом поставить этот соус. Это моя ошибка. Мне очень обидно. 2-0 в пользу мангальщика. Может быть, тетя Галя отыграется на бургерах? Почти в каждом блюде я была уверена, кроме бургеров. Вообще, когда такими соусами поливают, у меня всегда есть ощущение того, что повару стало плохо. А когда-то у нас говяжья котлета выглядела белым цветом. При добавлении свинины. Ну, по меню должна быть говядина. А почему здесь свинина? Добавили свинину для сочности. Соус настолько отвратительный. Он сразу же все отбивает. Котлета не говядина, а как ты уже сказала, говядина со свининой. Я смотрю, еще и лук здесь добавлен. Мне кажется, Сеня дома котлет Денису наделала и сюда принесла. Из них бургеры. Хуже бургера я не ел никогда. Да соус. Ой, извиняюсь за выражение. Там он все убил. Не, ну пахнет-то вкусненько. Слушай, я пробую котлету, но там прям лук на зубах хрустит. Это ужасная котлета, я согласен. А вот и бургер с лангустином подоспел. Вот здесь вот три кусочка лангустинов. А тебе не кажется, что он сырой? Недожаренный, да. Конечно, обидно было, конечно. Бургеры по-адлерски провалились с треском. Вся надежда на костильский суп. Такой копчененький, прям, ну, подписывает концерт нашего заведения. Чувствую копчености. Внешний вид ужасный. Лук, морковь нарезаны бревнами. Остальное все у тебя то ли натерто на терке, то ли мелко нарезанным кубиком. Но бульон, наконец-то есть соль, наконец-то есть перец и наконец-то есть вкус. Бинго! Вот это вкусно. Как я люблю говорить, когда вкусно, тогда вкусно. Бульон очень вкусный. А вот все, что внутри, это ужасно. Сюда должно яйцо еще вбить. Ну, баба Галя вбить. И картофель. О, баба Галя жжет у вас на кухне. Бульончик вкусненький, да? Ну, не додела. Когда над душой стоят там один, второй, третий, ну, это очень разражает и мешает, да? Тетя, ты чего картофель-то не доложила с этим? И яйцо вбивается туда. А я так получила, чтобы у меня картошка почищенная для супа. Я даже она в столе лежала и не дала. Что по мясу там? Да еще чуть-чуть сейчас дожарится. Мне кажется, его не стоит даже. Так, всем стоять. А что это вы здесь все-то собрались? Вот колдуем нас шашлуком. Вы кто? Я шашлычник и повар Умар. А ты та самая баба Галя? Да. Иди на кухню, сейчас я приду. А у тебя что здесь, долго еще? Да нет, я бы не советовал этот шашлук. Почему? Ну, конечно, мне не хочется шефа по шапке получить за то, что я не делал. Это не мой маринад, это я не делал, это не мои заготовки. Баба Галя мариновала. Ну, я смотрю, мясо уже готово, снимай. Сейчас будем пробовать. Умар тоже такой принципиальный, да, но вот я не буду ее мясо жарить. Ну, что к чему? Вышел тут и делай. Что уговаривать их? Надо, короче, Ксюха вообще всех увольнять. Такие все принципиальные. Не я мясо мариновал, я его не буду жарить. Детский сад. Детский сад или поварское училище сейчас скажет шеф Ивлев. Я никогда не понимал такие кусища здоровые. Во-первых, жарить долго. А во-вторых, что-то высохнет, а что-то не дожарится. Неудачный кусок с точки зрения его сухости. Маринад я здесь вообще никого не чувствую. И есть готовить здесь однозначно не умеют. Пойду-ка я посмотрю к этой бабе Гале, где она готовит и на чем она готовит. В тот момент уже хотел сказать, стоп, я уже все. Было нервно. Поймали панику, вот и все. Признаюсь тебе честно, надо было тебя послушать. Но, слава богу, я не так много съел. Ну, я знал, чем это закончится. Умар молодец, точка. Ты вообще повар? Да, технолог. Почему мне не верится в это? Ну, я не знаю. У меня ощущение, что это готовил первокурсник какого-то кулинарного ПТУ. Я техник-технолог. У меня стажа очень большая, 17 лет. Чтобы ты понимал, в первую очередь, как мне Света сказала, соус, который шел к форели, называется соус тартар. А какой ты туда с сахара нафигачил? А тебе что, чай, что ли, или варенье? А почему он сладкий? А объяснений как-то нету, но я знала, что моя вина где-то, что я все знаю. Ная, попробуйте. Я уже пробовала. И что? Вкусная? Не, не понравилась. А зачем вы мне это отдали? У вас написано, котлеты из говядины. Вы мне сделали из свинины. Смещенный фарик. Почему? Это уже понятно, что это кооператив крысиные хвостики. Согласен. Абсолютно. Это блюдо в помойку. Сделала посуда. Мне было жалко тетю Галю. Вы продаете салат адлерский. Гость клюет на это. Он думает, о, круто. Значит, сейчас что-то я получу ноу-хау. А он получает. Да, ну, тетя Галя, ну, она не виртуоз. Она просто повар. Аджика отстойная. Есть невозможно. Меня это вообще удивляет, как вы сделали такую аджику. С пяти там соль не хватало. В основном, ну, я с солью, как говорят, столько не дружу, потому что одна столица соль. Но самое главное, мясо, маринад, не чувствуется. Теперь я понимаю, почему повар не хотел его жарить. Плюс еще, такие кусища. Мясо сухое, попробуй. Сухого да. Абсолютно. Мне ее жалко. Она хороший повар. Просто она запыхалась. Она не успела. Столько чеков на одного человека, это нереально. Ты куда деньги своей подруге делал? С тетю Галю, что ли, все вложил? До того, чтобы ей сделать такой офигенный модный прикид красный. Ребята, рестораторы, вы бы сначала научились готовить, а потом бы уже открывали заведение. Соответственно, все равно же лежит на нас то, что этот человек работает в нашем заведении. Видя, что человек готовит невкусно, мы все равно ее держим. Вот это что такое? Канбас. Как это у вас на сырой курице лежит полуфабрикат сосиски, рядом лежат зеленые яблоки и рядом лежат копчености? Ну, это бардак просто. По-моему, это бардак. Ну, ты что вообще сюда каждый день приходишь? Для чего, Денис? Рыба гниет с головы, Денис. Базарчик был по-пацански, на самом деле. Вы посмотрите, это же *** по-русски говоря. Такое ощущение, что она косягаркой взяла все продукты лопатой сюда и вот-вот вообще еще вот закрыть, забетонировать этот холодильник. Молодцы. Спасибо, тетя Галя. А ты тоже молодец. Нашла, куда деньги свои вложить. Мне было очень стыдно за все, что происходило здесь. На тебя надо было играть. На меня? На тебя, а не на тетю Галю. Надо ее менять, искать нормального повара. Ну, тебе повнимательнее надо быть. Миню-то, оно нормально написано, прописано. Это очень обидно было. Вот это один только холодильник. А за это я должна была получать? Нет, конечно. Не, не надо, все. Отчет. 60 лет мне. Все, все, все. Все, все. Все, все, все. Последний день. Сейчас я ухожу, глаза не видел. На таком оборудовании, на таком этом явно не делаю, что, извини меня, что, на коленки пожарить, что ли? Поберегите слезы. Шеф Ивлев ждет вас на разбор полетов. Скажите мне, пожалуйста, а что вы не плакали, когда мне готовили невкусно? Не знаю, у меня так все как-то наоборот у меня все получилось. Вам нравится вообще зарплату получать, деньги? Это у всех нравится. Нравится? А отрабатывать ее вы же должны. Да. Вы же должны понимать, что если вы невкусно готовите, здесь не будет гостей. Понимаю. И тем самым тогда у вас не будет денег. Это звенья одной цепи. Вы это понимаете? А ты умеешь готовить, кроме шашлыка? Конечно. А как ты оказался в этой компании? Я просто дружу с Денисом. То есть ты помогаешь ему? Помогаю, да. Я хочу, Умар, чтобы завтра ты здесь был старшим поваром. Раз тебе не безразлично, дружба Дениса. Посмотрим, как ему завтра поможешь. Я понимаю, что Света одна не вывезет, как говорится, завтрашнюю посадку. Я разрешаю вам вывезти одного человека в зал. Денис и Ксения, это ваша репетиция к тому, о чем вы мечтаете. До завтра. До завтра. Спасибо. Завтра мы справимся, поработаем над ошибками, оставим гостей довольными. 70 на 30, что мы провалимся. Мне стыдно просто это говорить, но полную посадку мы не потянем. С утра Денис настроен по-боевому. Он вызвал еще одну официантку Свету, а сам поможет Умару и тете Гале готовить. Главное сегодня без кипиша. Я, если что, буду вам помогать. Я буду в баре и, если надо, буду на мангале. Когда я пришел утром, прошел по подразделениям, да, посмотрел в холодильнике, мне показалось, что мы готовы. Ни инвентаря вообще, ничего. Ничего, наверное, все будет хорошо. Я спокойна была, потому что у меня спиной сегодня был Умар. И Денис уже с утра в прекрасном настроении. Настраивается на рабочий лад. Шеф, а что на стопе? Сейчас я пробую, по пиву разберемся. Дегустируешь? Надо пролить же его, попробовать. Я надеялась на то, что мы не провалимся. Но я не была уверена, насколько у нас хватит возможности. Главная проблема у нас посуды хватает. Буду мыть свою штабу. Так что давай за посудой посмотри. Мы с тобой вообще всех победим. А вашу боеспособность проверит шеф Ивлев. Он уже на пороге. Так, Денис, давайте рассказывайте, представляйте меня Светлана. Пришла на работу с прекрасным настроением. Была более чем уверена, ну, на процентов 70, что мы справимся. У тебя два официанта. Ты на мангаре жаришь, да? Да. Ксения где стоит? Ксения на баре помогает девочкам с чаем, с посудой. Помогает с посудой, это как понять? Мойка. На мойке я буду мыть посуду. Хорошо, пойдем поговорим. Мы даже не знали, что она будет за баром. Если бы Ксюха встречала гостей, уже было бы легче. Ты пойми, вы играете роль хозяев. Правда. Просто я устала. Вот все. Просто у нас, да, сложный период. Я никогда не лезу в личные отношения. За очень редким исключением, когда я вижу, что люди нечестно играют. Надо все-таки иногда, чтобы одеяло накрывало обоих поровну. Ты не можешь всегда молчать. Я не ожидала от вас, в общем, что вы так меня поддержите. Меня это очень тронуло. Думаю, человек придет в бизнес, кухня, да, то есть какие-то такие моменты бытовые. Человек так проникся в нашу ситуацию. Ксюша, соберись. Впереди еще полная посадка. Нелегко придется всем. А кухне особенно. Ты понимаешь, что для тебя сегодня серьезное испытание будет? Да. Видишь, у тебя вытяжка даже плачет масляными слезами. Шеф, у нас вообще вытяжка даже не работает. Вот эти маленькие две печки. Готовить на два-три столика на туристических печках еще можно, но не на полную посадку. То, что у вас есть проблема, это я прекрасно это вижу. Только вам надо было ее намного чаще доносить до своего гениального владельца. А вот и первые гости. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Пошли люди, приняли заказ, начали работать в обычном режиме. Все было прекрасно, хорошо. Значит, салат «Цезарь» один, куриный шашлык, филе, порция. Томат один, перец один, картофель фри один. Кавказские сыры одна, салат по-адлерски один, кольца кальмаров один. Форель адлерская одна, лангустины три штуки, свиные ребра три савра. Первый заказ быстро уходит в зал. Что может быть проще сырной тарелки? Ваши сыры, пожалуйста. Пусть так. Сырочек затухал, он немножко пахнет. Вот это хорошее сыр. Вот это что-то одно. Посмотрю на его состояние. Девушка, махнет, очень приятно. Сейчас одну минуточку, извините. Что это не так? Копченый сыр воняет. С первого стола уже. Гость был прав. Посторонний запах был, который не должен присутствовать в этом продукте. О, а скажи мне, пожалуйста. О, вот это я не посмотрел. Ты не посмотрел, а ты сегодня старший. Понюхайте, пожалуйста. Да. Ну, я это не проконтролировал. Не досмотрел. Это в мусорку. Подождите мусорку, я хочу показать хозяйке. Сыр никакой. Отсюда вопрос, это твои деньги. Умар, значит, как старший, не досмотрел. Гале все равно, Денису еще по барабану. Понимала, что мы на грани фола, но мы не готовы. Что с сыром косить? Оба стоять, всем стоять на месте. А теперь, смотрите, гениальная ситуация. Ни одного человека в зале нет. Все находятся здесь. Какого хрена вы здесь все делаете? Ну, Светы должны были быть в зале. Слаженная работа, опять-таки. Первое же блюдо с позором вернулось на кухню. А как дела на мангале? Ну, мне кажется, свиные ребра готовятся намного дольше, чем в море. Намного дольше, да. Ты, если что-то не соображаешь, не стесняйся у своего шефа сегодняшнего узнавать. Умар его зовут. Все прекрасно знают, что я там не шашлычник, не мангальщик. То, что я там могу где-то затроить. Сос! Твой хозяин вообще не соображает. Вот у него на один стол идут свиные ребра и форель. Я говорю, а нахрен, когда жаришь форель? Он уже, я по мере готовности ему сказал, чтобы он жарил. Он не профессиональный мангальщик. Не надо было ему туда просто не стесняйся. Где у тебя что готово? Где, Денис, ни на тарелке, ни лаваша, ни соуса у тебя? Где соус? Ну, я вам выкину, вы там оформите. У меня нету лаваши. Ты чего прикалываешься? Я не буду оформлять. Я еще не оформляла шашлык. Я говорю, а где соус, лук? Ну, как полагается подача. Бери второй, тарелку, тебе же делать нечего, выкладывай. На мангале и на кухне становится все жарче. Сырная тарелка одна, стык, говядина для бургера один. Колбасы домашние один. Да я же говорил, пересмотри за ней. У нас даже сковородки нормально не жарят, все горит. Так, где они все? Куда мне вот это все ставить? Смотри, вот. У нас даже раздачи нет. Официантов я должен вот так стоять ждать. Ой, полная журенька. Салат с курицей заказывали 30 минут назад. Где? Салат с креветкой тоже был сразу следом. Где мои овощи? Прикалывается. Что-то пошло не так. Тут стали все нервничать. Один другого звать, вызывать. Посмотри, вот сюда что тут. Это раковина не работает. Сковородка последняя, раздачи нету. Вот этот газ уже заканчивается, надо баллоны менять. Тарелки нету. Тарелок нету, все. У нас, во-первых, тарелки закончились. Я не видел ни разу, что повар мыл и сам готовил. Как же вы рассчитывали на какую победу, когда принимали участие в покупке этих двух плиточек? У меня дома такая лежит, которую я беру в поход. Чисто кофе сварить. Пока на кухне повара требуют улучшения условий работы, в зале гости требуют свои блюда и напитки. У нас просто время ограничено, на самом деле. Ребенок был маленький себе. Это долго еще будет заказ? У вас какой заказ был? Шашлык, овощи на грани. Я уточню, просто я уточню. Самое стыдное было вот это вот ожидание. Будет вот этот негатив идти со стороны гостя. Ну, ты будешь просто стоять и улыбаться. Если что, сама думаешь, что ты едешь? Давай я тебе еще положу. Ну, давай. У тебя шашлыка нет. Более, что мне он не очень нравится. Я извиняюсь, сегодня у нас с мангалом чуть-чуть загвоздал. Вообще не будет? Нет, он будет, просто чуть-чуть по времени. Гости были очень голодные, злые. Это был обед. Денис, у меня должен быть перец, помидор, очищенный с мангала. Вот я только пожарил. Он еще не отберет. Девочки, почему вы обе здесь опять? Потому что мы за заказом. Нервничал весь персонал. Терялись. Паника происходила в цепную реакцию. Каждого это все цепляло. Как дела? Очень плохо. Есть ли возможность до конца хоть одно блюдо какое-то доделать? Я просто на части. Я туда бегу, сюда бегу, это делаю. Ну, мам, это работа, понимаешь? Я работа понимаю. Мы знаем, куда мы шли, понимаешь? Работа заднюю, включать смысла нет. У меня есть предложение. Раз всю эту историю заварил Денис, он спрятался, хотел на мангале. У него, соответственно, это не получается. Ты идешь на мангал, ты остаешься на кухне. Я готов помочь вообще, где угодно. Главное, не сдаваться. Но Галя уже готова капитулировать. Я же сказала уже, я сказала, шеф здесь стоял, и я сказала, что я так не хочу работать. И мить посуду, все, я вашу шефу показал. Нормально, нормально, давайте без эмоций, все хорошо, работаем, ничего страшного. А в зале снова возврат. Буду кальмаров открыть. Они такие резины, что у меня зубы не взяли их просто. Повару передайте, пусть он сам попробует. Хорошо. Денис, хочешь попробовать? Ты понимаешь, что они не жуются? Да, это был конкретный провал. Но беда, в смысле возврат, не приходит одна. Мясо сырое и много сала. Если честно говоря, я так бы не хотел. Разрешите, я заберу это блюдо. Забирайте. Шашлык ты жарил? Да. Сырой, много сала. Ну, конечно, он сырой, потому что он справа стоял, его надо было доготовить. Они отказываются за это платить, но это жесть. Это беда. Человек сидит и ждет его час, и мы его выносим сырым. Я не могу разделиться, да, там, я не шива, там, у меня нету несколько рук. Да не знаю, где что поставить. А где два возврата, там и три. Точнее, где три, там и четыре. Гости жалуются, что холодное блюдо. Сейчас другие сделаем. Так работать невозможно, я же говорю. Бегаю то на горячий цех, то на мангал бегаю. И там полная жора, и здесь полная жора. Стоп, давайте стоп. Ксения, давай, не будем позориться дальше. Наверное, стоп, работа там, капец. Работаем дальше. Умар тоже готов признать поражение. Но Денис не намерен сдаваться. Несмотря на то, что гости уходят, не солоно хлебавши. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. И пошли. Вон, люди ушли, гости ушли, не дождавшись. Потому что ты не подаешь меню, они ушли. Ну что, может, пойдем? Давай, а то такие запахи, пойдем куда-то перейдем. Я думаю, что они нам просят наши выпитые напитки. Да, ладно. То ушел, то, что им ничего не принесли. Ну, хотелось поработать по максимуму. Я это не хочу. Тетя Галя, а что с бургером? Я ухожу. Ну хорошо, отдай мне бургер потом. Куда? Ты же знаешь, вот на этом сковородке, я Умару сказала, не надо пожарить, потому что это не то сковородка. У нее уже началась истерика, она мне уже подходит и говорит, я больше не работаю. Понимая, что битва проиграна, Галя покидает поле боя. Нет, я-то пошел справляться дальше, меня не остановишь. Мы не будем, мы не справляемся, ты не видишь, у нас повара нет. Да почему мы не справляемся? У нас нет посуды, у нас повара, все, уже бьет тревогу у Маргарет, и больше все, ребята, хватит позориться. Ничего страшного. Да я не, это глупо, понимаешь, это самодурство. Нам надо завязывать. Отдадим то, что есть. Отдадим то, что есть и закрываем ребятам. Всем до свидания. А я-то готов был воевать, да, ребята, как бы каждый подошел ко мне, и у меня уже такой цик звонок. Это должен сделать ты, сказать, что мы закрываемся, и все. Давай, выйди, скажи. Уважаемые гости, прошу нас извинить, мы закрываемся по техническим проблемам. Извините. Да, ребят, мы не справляемся. Да, мы не справляемся, извините нас, пожалуйста. Да, мне было очень стыдно, но как есть. Закрыться, закрыться, лишь бы закрыться, понимаете? Зачем вы тогда сюда приходили, работать, чтобы закрываться, что ли? Денис. Да я все услышал. Нет, гости, гости. Ну, вы отстаньте от меня. Почему так разговариваешь? Я вчера еще предупреждал, мы будем в полной шоре. Нет, вчера еще это говорил. Такого позора в Адлере еще, наверное, не было. Мне тошнит, наверное, даже у меня давление. У тебя давление? Хочешь, я тебя блинку тебе там. Держи, водичку дай тебе. Тошнит у меня от нервы, что ли. Тебе что, плохо? Да. Все, что могли мы сделать. Хорошо или нет, сейчас расскажет шеф Ивлев. Он ждет вас на разбор полетов. Скажи, пожалуйста, а что мне делать, если я переделаю, отдам это тебе? Ты это в тихомолочку решишь радовать ему? Нет, на самом деле я чувствую большую ответственность, во-первых, и перед семьей, и перед самой собой. Мне хочется, чтобы этот бизнес жил. И я понимаю, что я в силах удержать его, развить. Круто. Ксения, а кого ты хочешь видеть рядом с собой, как партнера? Не по жизни, а по бизнесу? Лидера или человек, который уходит от ответа? Лидера. Тогда вопрос. Как вы считаете, сегодня Денис был кто? Исполнитель больше. Ну, я понимаю, что управленческие все моменты, они будут на мне. Что мне делать с Денисом? Уволить. Хорошо. Денис, в новом проекте ты не участвуешь. Всем остальным навести порядок, и завтра с вами увидимся. Всем хорошего дня. Она обиделась у меня? Нет. Я тебе, я тебе так скажу, выбора не было. Ты понимаешь, нет, у тебя произошло. Ты понимаешь или нет? Да, да, да. На данный момент я переживаю за свои отношения. Ну, потому что, мне кажется, я здесь какая-то *** повела себя. Я не знаю, что будет. Пока Ксюша переживала, что будет с ее отношениями. Персонал гадал, что будет с заведением. Я надеюсь, что пиво просто оставят и делают пивной ресторан. Я бы хотела, что здесь была пиццерия. Всю ночь трудился терпеливый шеф, переделывая невнятный, неуютный бирман в концептуальное приморское стрит-фуд-кафе «Фиш энд чипс». А проплакавшая всю ночь Ксения, утерев слезы, спешит со своей командой в новое заведение. Я очень сильно волновалась, но это было какое-то доброе волнение. Я знала, что это будет что-то крутое. Опа! Фиш-чипс, как классно! Думаю, чипс. Думаю, какие-то чипсы будем мы, наверное, готовить. Палуба, получается, корабля. Блин, морская тема, это вообще классно. Мне очень понравилась эта морская тема. Я вообще ее, в принципе, люблю. Дамы. Вау! О, какие люди, как говорится, в Беливуде! Мои 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 мои! Класс! Свистай всех, Дали! Свет! Шеф, это вы? Это я. Это будет теперь наше лицо в Адвере. Слушай, барная вообще, кто бы мог подумать, что вот так просто, но так круто. С чайками, маяк, это вообще обалденно. Рыбки, это кто? Я сам рыбак, в первую очередь заметил рыбки. Инсталляция из рыб хороша до невозможности. Такой инсталляции нет ни у кого. Я говорю, я чувствую, что здесь, жизнь, что здесь как-то. Если мне нравится, я могу расплакаться. Так оно и вышло. У меня нет слов, я могу так расплакать. Как захочешь, сразу появляется позитив. Когда ты еще и видишь Ивлева. Да, конечно. Который за всем следит. Я знаю, что вы не часто разрешаете вот эту историю. За все сезонные программы «На ножах» я разрешил это сделать только лишь четыре раза. Вы четвертые. Это тоже меня очень сильно растрогало. Крянстантин Ивлев уедет, но он останется с нами. Спасибо. Это, конечно, талисман. Вообще. Шеф и его команда перекрасили зал. Декорировали в морском стиле стены и барную стойку. Повесили шторы. По потолку пустили в плавание рыбок. И превратили веранду в палубу корабля. На кухне вместо плиток появились новые фритюрницы. Все это за 300 тысяч рублей. И, конечно, в меню появились фишн-чипс. Это, как правило, треска, которая обваливается в специальном кляре и обжаривается в раскаленном масле. Это уличная еда. Но самое главное – это моноконцепция. Только лишь одно это блюдо. Человек здесь за стойкой делает заказ. И, соответственно, напитки. Он оплачивает, забирает напитки. И вы ему говорите – присаживайтесь за стол, за любой. Ваша цифра 5. Когда вы услышите «Готово». Неожиданный вариант такой. Ход событий. Но это мне очень приятно удивило. Ну что, кто-нибудь из вас когда-нибудь ел фишн-чипс? Нет. Прошу. Рыба в хрустящей панировке. Картофель по-деревенски. Фирменный каус лов. Это салат из капусты и ананасов. И соус. Это соус тартар. Ну, а теперь пробуйте. Рыба нежная. С ананасами я вообще не гляну. Я обожаю ананасы. Я очень долго хотела, чтобы в меню в наше предыдущее ввели что-то с ананасами. На самом деле, за такие маленькие деньги, небольшие, тут и салат, и гарнир, и рыба. И удобно. Вообще соус обалденный. Был очень приятно удивлен. Конечно, оно зайдет в Адлере, потому что такого на Черноморском побережье вообще нет. Вкусно. Вот. Это полноценное нормальное блюдо. Тем более за такую стоимость. Понравился очень хорошо. Что-то осталось мне, может, человеку, что-то с собой может собирать. Да, кстати, по оборудованию это минимальное, да? Да, минимальное оборудование. Ты остался без работы? Не буду жарить. Минимальные затраты, и можно весь день торговать. Вот как-то вот прям это все гениально прям. И это еще не все подарки от шефа. Девочки-официанты у нас должны быть девочками-официантами, поэтому милости прошу, это вам униформа. Красивая юбка, красивая блузка, все под цвет, не какие-то там село. Ксения, ты сегодня выполняешь роль управляющего. Светы, вы свою задачу поняли, да? То есть вы встаете на приемке. С вами, уважаемые коллеги, мы сейчас пойдем на кухню. Всем понятно? Да. Поехали. Смогут ли повара справиться с новым стритфуд-форматом? А Ксюша с управлением нового кафе? А вот и первые гости. Я была уверена, что не провалим, потому что меню настолько легкое. Самое главное, чтобы это понравилось гостям. Здравствуйте. У нас шикарное одно блюдо. Называется Fish and Chips. Шикарный салат, вкусная треска в кляре, картофель по-деревенски. Напитки вы можете уже выбирать. В холодильник, в принципе, вы можете, то, что понравится, можете взять. Номер пять. Присаживайтесь. Он меня, да, он меня прям зацепил прям все. Мой колокол. Девочки, мы не говорим гостям, чтобы они сами забирали из холодильника что-либо. Если они заказывают, здесь придется нам самим достать из холодильника и уже подать здесь, на баре. Сегодня она уже проявила себя по-другому. Можно сказать, тогда она больше полагалась на Дениса, и ее практически не было. Я очень хочу разобраться в этом всем, понимать вообще все аспекты. Ксюша заметила ошибку официанток, а первый заказ отправляется на кухню. Внимание, заказ. Пять Fish and Chips. Все, поехали. Я, как обычно, на горячем. Сейчас надо будет нам картошку еще опустить. Я думал, что сегодня будет все прямо зашибись. Мне спокойно будет, что вот это сейчас успеем, все отдаем. Кухня бодро взялась за работу, и от гостей отбоя нет. Но Ксюша ждет особого гостя. Добрый день. Здравствуйте. Наши фирменные блюда Fish and Chips. Время ожидания восемь минут. Кухня, внимание, заказ. Пять Fish and Chips. Не сложно, да? Семь минут, но мне кажется, что еще и пораньше. Первый заказ забираем. Приятного аппетита! Выглядит аппетитно, пахнет тоже хорошо. Ммм, вкусненько. А салат какой? Тут даже кусочки ананаса есть. Да, салат с ананасом. Мне было очень приятно, что люди были довольны. Напитки мы выносим или они забирают? Они, конечно, забирают. Зачем вам носить? Люди у вас заказали. Вы налили. Пау! Все, подошел человек, забрал. Для меня это что-то новое. То есть не сразу, не с ходу. Ксюша, встречай, если что. Что ты стесняешься? Руки с кармана вывырвешь. Чего? Ксюша не стесняется. Ксюша переживает. Неужели Денис ушел не только из кафе, но и из ее жизни? Я звонила Денису, у него был выключен телефон. Ты должна контролировать процесс с точки зрения направлять гостей или направлять соответствующих официантов. Молчать никогда не надо. И постоянно смотреть пятницу, новый сезон. В зале Ксюша и Светы усвоили новый формат работы у стойки. А как дела на кухне? Заказ. Четыре фиша чист. А мы уже делаем? Умар, вот ты, б***ь, шашлычник-то, стоять. У тебя опять монолит. Шеф меня поймал на рыбе, первое не удалось. Сейчас я тебе покажу. Вот, ты сюда рыбу в кляр положил. Потом ты берешь, раз, слегка, чуть-чуть. И все, и бросил ее. Друг на друга, чтобы не попадало. Чтобы она друг на друга, да, не попадала. А вы знаете, почему я был как рыбоводец? Потому что шеф был со мной. Пару секунд ты взяла так, как он хочет. Стол номер девять. Пожалуйста, это ваше. Приятного аппетита. Трубочки здесь, если нужно. Интересно, и кауслоу у них у нас с ананасом такой, достаточно традиционный. Надо попробовать, ладно. Начнем. Картошка, кстати, классная. Даже много может быть, чуть-чуть. Если не сидим, возьмем с собой. Можно с собой, кстати. Еще и доставка будет работать. Мне кажется, что доставка тоже будет. Так, первые три забираю. Заказ с собой готов. Приятного вам аппетита. Приятного аппетита. Так, все, заказы отдали. Ждем заказов. Я же тебе говорил, мы еще будем успевать кофе попить. В этот раз хохотали, поговорили, время было у нас. Из Аллы кухня ошибки исправили. Все работает, как часы. Гости и сотрудники улыбаются. Не до смеха, только Ксюша. Денис обещал прийти, посмотреть вообще, что у нас тут получилось, оценить. Ну, поддержать меня. Теперь Денис не писал, не звонил. Он не доступен. Все, доигралась, мать. Ну что, меня бросило? Ксения ждала, звонила, начала уже, ну, сильно нервничать. Я расстроилась, да, под конец дня я расстроилась. Ребята, здравствуйте. У нас самослужие, чтобы заказать заказ, вы должны подойти на барную стойку. След надо убрать со стола. Ксюше тяжело. Но, несмотря на личные переживания, она успевает следить за работой зала и общаться с гостями. До свидания, было очень поздно. До свидания, хорошего дня. Спасибо вам, также хороших клиентов. Мы за час откидали полную посадку. Пойдем кофе пить? Ну что, ребят, как пережили этот день? Всех накормили. Пить у него. Молодцы, молодцы. Галя сегодня меня поразила. Она прям работала, как часы, у нее все получалось. Сегодня удовольствие было работать. Всегда же приятно, когда благодарят. Чего ты такая хмурная ходишь? Ну, потому что я ждала Дениса. А зачем ты его ждала? Хотела, чтобы он увидел новую концепцию. А ты не думаешь о том, что если он увидит новую концепцию, то ему станет еще грустнее? О, как круто. Всем привет. Блин. А ты какими судьбами? А я в гости зашел, шеф. Приветствую. В гости зашел? Да. Молодец. Поздравляю тебя с новым проектом. Спасибо большое. Появляется Денис. Я просто забыла все. Еще и с букетом это было очень мило. У меня есть к тебе один вопрос большой, серьезный. Сережный? Да. Ну. Ты выждал на меня замуж. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-а! Спасибо. Я не ожидала, что Денис сделает предложение. Тем более на камеру при всех. И в принципе его сделать. Вот это по-мужски. Я сделал как бы Ксюше подарок с точки зрения нового заведения. И хочу сделать и тебе еще подарок. Теперь вы участники нового шоу. Четыре свадьбы на пятнице! У меня просто сперло дыхание, я просто стою и ничего не понимаю, это шок. На самом деле шок. Денис, долго думал ты вообще? Нет, быстро. То есть я насколько понимаю, у тебя либо зрел этот план, или ты понял, что сейчас шеф что-то сделает офигенное, и это все уплывет. Нет. Нет. Вообще я как бы давно к этому шел. Смотри, какой у вас дабл получился из заведения шикарно, да еще и жену себе отхватил. С хорошим придаванием. Спасибо, дядя Костя. Константину хочу сказать спасибо, я считаю, теперь мы же заживем. Благодарность огромная. Ну конечно, еще опять-таки большое спасибо. Удачи вам. Любовь на совет. Пока. Спасибо, шеф. Вот насколько оказывается бывает прекрасная жизнь. Думаю, будет как всегда, со своим изюмчиком. Оказывается, я не только перестраиваю рестораны, но и соединяю сердца. Прекрасно, романтично. Где же моя Лерочка-то, а? Лера! Лерочка! Ты Леру не видел? Ладно. Лер! Здесь такое было! Лер, здесь такое было!